Замечательные эмоции То, что мы вышли в финал четырех, большое счастье не только для меня, для всех игроков и, я думаю, что для наших болельщиков Российские клубы в последнее время практически всегда попадают в четверку сильнейших клубов Европы Как считаете, говорит ли это о каком-то европейском доминировании Российской Суперлиги? Я думаю, что, и не только я думаю, это мнение специалистов, что Российская Суперлига один из сильнейших чемпионатов не только в Европе, но и в мире Поэтому чемпион страны должен быть на таком уровне, который позволяет ему все время присутствовать в финале четырех И я считаю, что мы поддержали марку российского футбола, которая на протяжении долгих лет свою состоятельность доказывала с тем, что наш чемпион всегда играл в финале четырех Поэтому мы не имели права не попасть туда Ну, нам, вы знаете, как говорится, есть чем сравнивать, потому что в начале октября матчи основного раунда проходили у нас в Троицке В плане организации здесь в Чехии все понравилось? Ну, все скромно, по-европейски, без изысков, как говорится То есть на чем можно сэкономить, они обязательно сэкономят Для нашей русской души это непривычно Но мы, в общем-то, знакомы с такой манерой проведения соревнований На это не обращали особо внимания, потому что все было четко по регламенту, без излишек, как говорится Но нам этого было и не нужно Нам нужно было на площадке доказать свою состоятельность, что мы и сделали А не расстроены тем, что даже несмотря мы были здесь гостями в Чехии, так мало болельщиков приходило на матчи? Ну, дело в том, что клуб Хрудим выбрал домашнюю площадку Великолепный зал в Пордубице, который не является его домашней площадкой Это ни его город, ни его болельщик Тем не менее, на нашу игру с Хрудимом пришло порядка двух с половиной тысяч Понятно, что в 10-тысячном дворце это смотрится как-то мало Но, тем не менее, аудитория была неплохая Что касается всех остальных матчей Но здесь очень сложно, как говорится, чехов заманить на мини-футбол, когда играет не твоя команда Тем более, не из твоего города Это объективный фактор И я думаю, что здесь организаторам нужно все-таки думать на будущее Каким образом отдавать место проведения такого рода турниров Там, где действительно команда принимается в своем городе, где есть у нее свой болельщик И где аудитория, там изначально понятно, что она придет и будет, как говорится, праздник Но и здесь праздник получился, в общем-то Я не могу ничего сказать, было здорово, очень здорово Чего вы ждете от финала четырех? Каким он получится, на ваш взгляд? Ну, во-первых, надо дождаться соперников по финалу четырех Мы раньше всех начали и, соответственно, раньше всех завоевали эту путевку Мы подали заявку на проведение финала четырех в Москве Я надеюсь, что, в общем-то, как показывает история УФА все-таки смотрит на место проведения именно финалов тех стран, которые выйдут То есть, если предположить, что выйдут, ну, Кайрат, кто-то из испанцев или португальцы То в этих странах во всех финал четырех вот в десятых годах проводился В Москве он был в 2008 году, я думаю, процентов на 99 мы можем получить финал четырех в Москву Очень будем на это надеяться На следующей неделе, возможно, приедет инспекция смотреть спортсооружение, гостиница И я надеюсь, что мы этот подарок болельщикам сможем предоставить Если нам дадут финал четырех, мы постараемся сделать праздник Ну и там все будет с широкой русской душой Мы по-другому не умеем